Дорогие братья и сестры, Господь говорил нашим сердцам сегодня в этот вечерний час и о служении. Первый брат напомнил, как это необходимо служить Господу, чтобы был и хлеб в доме, и благополучие, и все необходимое для этой временной жизни. И о любви Божьей, которую второй брат говорил, и я также благодарен Господу, что могу находиться на этом месте и слышать эти драгоценные истины. Они так важны для вечности, для спасения наших бессмертных душ. И это величайшая милость Божья, что мы находимся именно в Доме Божьем, находимся на этом месте. И как Слово Божье говорит, идем этим узким путем. И такое есть предупреждение, что «Тесные врата и узкий путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят его». И вот зашли три молодых человека, посидели немножко, послушали, что-то там между собой, там усмехались, вот, совещались, и буквально минут через десять и ушли. Дорогие, как трудно стать, а тем более найти этот узкий, тернистый путь. И поэтому будем дорожить тем, что Господь проявил эту величайшую милость и поставил нас на этот узкий путь. И в начале служения мы пели этот псалом. «Я слышу, голос Твой зовет меня с креста». И куда зовет Голос Божий нас, дорогие. И мы об этом прочтем в Евангелии от Матфея. Будем читать 26 глава Евангелия от Матфея. С 37 стиха начнем. «И взял с собой Петра и обоих сынов Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отойдя немного, пал на лице свое, на лицо молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, «Так не могли бы вы один час бодрствовать со мною». Я хотел бы немножко поразмышлять об этом последнем, поустейшем. «Не могли бы вы один час бодрствовать со мною?» И эти слова были сказаны ученикам Петру, Иоанну, Иакову, но они относятся также и к другим ученикам, они относятся и к нам, и всем детям Божьим, которые стали на этот тернистый узкий путь. И, к сожалению, иногда Господь находит и нас спящими. И это так печалит нашего Господа Иисуса Христа. И мы слышали, с какой болью, скорбью, с какой горечью Он сказал эти слова ученикам. «Не могли бы вы один час бодрствовать со мною?» И это действительно, насколько немного, насколько мало, то, что хотел Господь получить от учеников, также желает и от нас, чтобы мы, как слышали, бодрствовали один час. И по сравнению с тем, что дает нам Господь, это действительно, насколько мало. И Слово Божие, сам Господь говорит, «Я даю им жизнь вечную, дорогие, и что дороже этой жизни вечной, все сокровища мира, все золото, все, что не есть ценного в этом мире, Слово Божие, говорит, не стоит и одной души. И поэтому, не говоря уже, что Господь дает и для этой временной жизни нам все необходимое, и хлеб, и до хлеба, и защиту, и охрану, и мир, и покой, и надежду, и радость, и утешение. И сколько мы получаем от нашего Господа?» А Он просит, «Не могли бы вы один час бодрствовать со мною, дорогие?» Как мы часто засыпаем. И это, насколько печально, когда это действительно происходит. И поэтому, если взять, дорогие братья и сестры, без песок, который на дне и на берегах морей и океанов, и эти все песчинки, которые находятся на земле, их невозможно вобразить, сколько еще умножить на такое же число. И это, дорогие, даже бы не было началом той вечности, куда уходят души, куда уходит человек, оставляя эту земную жизнь. И поэтому и Господь говорит, «Не могли бы вы один час бодрствовать со мною?» И знаете, вот этот один час Господь уподобил именно по божественной оценке наше служение. И сколько лет, там, месяцев мы служим Господу. И наше служение от начала, вот, обращения и до самой встречи с Господом, Господь уподобляет. Это один час по сравнению с той вечностью и с тем, что совершил Господь для нас. Это один час. Наша земная жизнь, которую мы посвятили Господу, этот отрезок, он в глазах Божьих является всего один час. И у разбойника он действительно и оказался, вот, как бы где-то приблизительно одним часом. И в других бывают 50 лет. У меня уже где-то скоро, может, 30 или чуть больше, в других и 60, может, 70. А кого? Может, несколько лет. И есть некоторые даже, возможно, и несколько минут, только этот один час Господь дает эту милость перед последним вздохом покаяния. И поэтому, дорогие, как это мало по сравнению с этой вечностью. И насколько мы должны дорожить этим временем, этой возможностью, этим божественным светом, который Бог озарил в наши сердца, когда мы узнали истину, познали Господа, познали, что, вот, необходимо, что самое важное в нашей жизни, а важно самое, как мы слышали, служение Господу. И вот, чтобы не уснуть, вот, как уснули ученики, чтобы нам, вот, не оказаться спящими перед лицем Господа, посвятить Господу, вот, каждый час, каждый день нашей жизни на служение Ему, следовать за Ним. И поэтому апостол Павел, как бы, предупреждает послание к Ефесинам, говорит, будь, дорожите временем, ибо дни лукавые. И действительно, эта жизнь проходит, как один час, как этот миг, как жил и не жил. Вот, и все уже, вот, порог встреча с Господом. И туда с нами пойдет в вечность, дорогие, туда, на небо, только то, что мы сделали для Господа, только то, что мы посвятили Господу, только то будет с нами, только то, вот, будет свидетельствовать за нас. И поэтому, дорогие, и на этот час, на эту земную жизнь служения Господу, Господь не оставляет нас одних. И мы слышали, Он сказал, побудьте здесь со Мною, Он хочет быть с нами всегда. И в конце Евангелия от Матвея, Он говорит, И все я с вами, во все дни до скончания века. И в 120-м псалме мы так читаем, что вот не дремлет, хранящий Израиля. И действительно, Господь не дремлет. Он с нами. И как это дорого, что всемогущий Бог творит вселенной, и Он с нами, и соединяет с нами, то есть нас с Господом, дорогие молитвы, как телефонный провод, вот, соединяет говорящих, так вот и молитва соединяет нас с Господом. И поэтому Господь и повелевает, или даже вот просит, вот, бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Вот. И что мешает, дорогие, бодрствовать? Что угощает дух молитвы? И когда мы просматриваем нашу жизнь, то мы видим, как часто вот приводит к духовному сну благополучие. Как вот этот человек, который сказал, когда ему пришел и просил там, говорит, пришел ко мне друг, вот, и вот хлеба там, а он говорит, и дети мои со мною, не тревожь меня. Вот. И как часто бывает, и в нас такие мысли, что не тревожь меня, я спасен, я с Господом, я покаялся. И дальше не идет, вот, как бы, вот, наше посвящение к Господу, и поэтому вот это вот мешает бодрствовать благополучие. Вот. И поэтому вот это такая вот, как бы сказать, сытая жизнь очень опасна для веры. И опасность не в богатстве, а в нашем отношении к нему, дорогие, чтобы, вот, имея все необходимое, может, достигли каких-то успехов, но чтобы не надмилось сердце наше и не сказал, что эти руки, это я вот, вот, все это вот достиг, вот, и это также очень опасно. И оно приводит к второй опасности, к гордости, вот, благополучие, оно может привести и к гордости. А гордость, она ломает отношения между людьми. И чем человек выше в своих глазах, тогда все ниже Бог и ниже окружающие люди. И это также очень печально, очень опасно. И Слово Божие предупреждает, что Бог гордым противится. Богу это крайне неприятно, неприемлемо наша гордость, а наоборот, смиренным дает благодать, дает, вот, успех, дает свое присутствие, богословение. И поэтому вот эти вот и благополучие, и гордость, они приводят к третьей опасности, а именно к забывчивости. Забывость и тогда, что нет желания ходить в собрание, нет, вот, служить Господу, желания, нет быть в общении с народом Божьим, вот, нет желания исполнять волю Божью, нет желания смиряться, доверяться и угождать Господу. Но, дорогие, мы слышали это Божье повеление, эту просьбу Божью, которую он с такой печалью, скорбью и с горечью говорит, не могли бы вы один час бодрствовать со мною, дорогие, и поэтому пусть нам Господь поможет дорожить этой возможностью служить Господу, чем мы можем посвящать для Господа вот, все дни нашей жизни, чтобы он был на первом месте, чтобы вот нам вот смиряться пред Ним, полагаться на Него, доверяться Ему, идти туда, куда, и где Он хочет видеть нас, и почему нам необходимо бодрствовать и молиться, и мы слышали, чтобы не упасть в искушение. Это опасное состояние, и дьявол ходит, как рикающий лев из всякого поглотить, и, к сожалению, есть и в нашей церкви такие печальные некоторые, вот, что вот враг допускает вот как-то трудные обстоятельства, и тогда сомнения какие-то начинают возникать и, знаете, сомнения приводят вот к унынию, печали, подавленности и тому подобное, и поэтому как необходимо вот бодрствовать и молиться, чтобы не упасть в это искушение, чтобы не попасть под сатанинскую ложь, чтобы как-то не дать ей войти в сердце, не согласиться с ней, не принять в ее как это как бы что-то свое. Дорогие, необходимо бодрствовать и молиться, и проверять наши сердца, что там замышляет дьявол, и это сейчас очень опасное время, и искушений очень много, и поэтому бодрствуйте, чтобы не упасть в искушение, бодрствуйте и молитесь, и также, дорогие, еще, почему необходимо так важно бодрствовать и молиться, как мы читаем в Матфе, Ивангелет Матфея, 24 глава, 48 стих, и там говорится так, не знаете, в который час придет Господь, мы не знаем, когда придет Господь за церковью, мы знаем, что при дворях, что же исполняются эти предсказания Его пришествия, а в какой час, в какой день, в какой момент, и поэтому пусть и нам Господь поможет бодрствовать и молиться, и как Господь эту нашу жизнь уподобил всего одному часу, посвятим этот час, эту нашу жизнь на служение Господу, и пусть Он будет прославлен, возвеличен, в сердцах наших Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.